Итак, приветствую вас на моём канале, с вами Назарий, сегодня мы опять делаем какое-то новое видео, какой-то новый туториал, но этот туториал будет с закручиванием текста. Я не знаю, как это на словах объяснить, просто вот смотрите картинку, которую вы получите в конце, ну, как всегда, конечно же, плюс-минус. И давайте начнём, чтобы время, собственно, не затягивать. Давайте добавим какой-то объект с текстом, напишем, не знаю, что мы хотим написать сюда, пусть будет вот так вот. Вот, затем мы это всё разворачиваем, я, как всегда, не знаю, мне кажется, надо уже заранее включать этот аддон, но, тем не менее, я думаю, вы сейчас будете видеть, что мы делаем. Давайте возьмём какой-то шрифтик такой потолще, посимпатичнее, ну, вообще, в целом, выдумывать здесь особо-то и нечего, но мы можем взять вот этот вот Arial Black, он вполне себе симпатичный. И теперь нам нужно добавить ему экструда вот здесь вот в этой вот вкладочке, так, вот так, ну и пусть такой вот толщины хватит. Далее, что мы делаем? Мы накидываем модификатор Remesh в режиме Sharp, затем Smooth Shading включаем и Remove Disconnected мы отключаем для того, чтобы у нас всё, собственно, оставалось на своих местах. Глубину, я думаю, поставим где-то на восьмёрку, этого хватит нам с головой. Чтобы избавиться от вот этих вот артефактов, нам нужно добавить Normals Smooth By Angle. Так, и тут у нас, в принципе, всё уже работает. Так, далее. Что нам следует сделать дальше? Нам надо это всё закрутить, соответственно, мы переходим в Deform и переходим в Simple Deform. Затем давайте Set Region to Geometry, Shift-S, Selection to Cursor, чтобы переместить это всё ровно в центр. Здесь мы пишем 360, так, 360 градусов. Вот таким вот образом мы это всё закрутили. Теперь дублируем вот этот вот модификатор, но выбираем Bend и по оси Z. Вот, таким образом мы вот так вот это всё закрутили, как будто бы немножечко букв не хватает. Ну, давайте напишем что-то, ещё там парочку букв добавим, просто чтобы это было более симпатично. Вот таким вот образом нам удалось это всё закрутить. Мы можем, конечно же, менять вот здесь вот угол. Я оставлю на 360, потому что мы сейчас это ещё доработаем. Давайте создадим Empty Object, Plane Axis, допустим. И вот здесь вот в первом нашем Simple Deform, который отвечает за общее вот это вот скругление, мы возьмём, запипетим именно этот Empty Object. И что мы таким образом сделали? Теперь, если мы будем по оси X перемещать этот объект, как вы видите, мы создаём вот такую вот приятную анимацию. То есть вы можете взять и... Давайте я вот уменьшу здесь глубину пока что до 6, чтобы просто было это всё попроще. Я возьму вот здесь вот в Location. Так, Eye. И давайте где-то на 120 кадре я возьму перемещу его куда-то вот сюда, допустим. Опять Eye. И просто запущу это. И как вы видите, из этого можно сделать вполне себе такую симпатичную анимацию, но я этого делать не буду. Я просто показал вам, собственно, вот эту вот штуку, поэтому обязательно ею пользуйтесь, потому что это удобно. Ставим назад восьмёрку. И давайте... Так, создам-ка я Plane на фон, потому как нам же нужно ещё сюда какие-то текстурки накинуть, да? Давайте вот так, вот так. Вот так мы это всё поставим. Здесь 1080, потому что я хочу, чтобы это был квадрат именно. Так, камеру. Давайте ортографику. И поближе. Вообще, можно ещё написать что-то другое, чтобы просто это было симпатичнее. Hello World, например, да? Вот. Вот так вот намного красивее это всё вышло. Так, мы теперь просто считываем вот эти вот ровные линии, которые у нас идут, вот сглаживаются, да? Мы можем даже взять чуть-чуть вот этот вот наш Empty Object, покрутить, чтобы найти какое-то поинтереснее размещение. А, например... Ну... Может быть что-то вот такое. Так, да. Далее, что мы делаем? Мы вот здесь вот отодвигаем. Так-так-так-так-так-так. Shader Editor. Затем World. Перейду в рендер. Вообще здесь, по идее, прокатит и Eevee. Так что, в целом, Cycles, по идее, здесь не нужен будет. Но сейчас мы это глянем. Давайте какую-то HDR-айку, собственно, накинем. Что я хочу сделать? Я хочу перейти в свой старый... Так-так-так-так-так-так. Нет. В старый свой туториал. И отсюда вытащить картинку, например, вот эту вот. И взять для вот этого плейна на фоне. Отключить ему вот здесь вот принципы безев. Просто, чтобы ровно черный цвет был на фоне. Так, вернусь в World. Силу... Пятерку. Давайте здесь поменьше. Ну нет, с Eevee так не сильно прокатывает. Не очень оно получается. А, ну может быть, если мы сейчас накинем на наш основной объект материала, тогда будет получше. Давайте глянем. Так. Хорошо. Здесь мы это сделали. Металлик у нас получился. Roughness поменьше где-то. Так, стоп. Стоп-стоп-стоп. Это мы для фона, да? Вот. Да. Это мы случайно для фона редактировали. И Roughness где-то, вот я думаю, что-то типа этого. А ну-ка, давайте глянем в Eevee. Нет. Беру свои слова обратно. Идеально в Eevee это все работает, поэтому... Да. Я просто обычно в Cycles работаю и в сторону веи я редко смотрю. Вот. И таким образом вы можете взять как-то там, не знаю, поработать с вот этой вот текстурой. Просто чтобы она немножечко там по-другому выглядела. И смотрите, какой у нас прекрасный результат получается. Теперь нам остается это только там заанимировать при желании. И потом в дальнейшем это все отрендерить. А в целом у меня все. Я думаю, что как там рендерить это все, сохранять вы уже это все знаете. Если не знаете, пишите об этом в комментариях. Потому что как будто бы сейчас уже мало кто, ну, прям таких базовых вещей не знает. Но вдруг я ошибаюсь. Дайте мне об этом, пожалуйста, знать. Я не против углубиться. Да кто у меня там в стиме постоянно во что-то играет? Ну, зайди ты во что-то одно уже. Вот. Все. Всем спасибо. Ставьте лайки, комментарии и заходите там, не знаю, ко мне в чат, канал, куда хотите. В общем, все. Всем пока.